На пресс-конференции председатель комитета по транспорту Станислав Попов в очередной раз заявил, что конкретных планов по введению позонной оплаты не существует. Однако, как выяснилось позже, несуществующие планы вот уже несколько лет планомерно притворяются в жизнь. Санкт-Петербургский метрополитен уже ведет установку новых турникетов и потратит еще неопределенное количество средств на модернизацию системы оплаты. Введение карты оплаты подорожник, что также никто не скрывает, обязательное условие введения позонки. При этом чиновники даже готовы идти на прямые убытки. Если вы помните, подорожник действовал в 2011 году по принципу равенства, верхняя планка тарифа от первой десятой поездки, равенства разному тарифу. То есть мы сознательно пошли на то, чтобы не повышать сейчас это на 2 рубля, а сделать только на 1. Потому что и все другие виды проездных билетов у нас увеличились с большим уровнем роста, чем уровень роста подорожника. Это не связанная проблема. А каким образом тогда восполняется эта недостача разницы? За счет бюджета. С учетом накопительных скидок, одна поездка в метро для владельца подорожника может обойтись и в 19 рублей, что существенно ниже себестоимости. А компенсировать недостачу будет городской бюджет. Зачем? Вопрос повис в воздухе. Как и вопрос о том, почему город тратит десятки миллионов на систему, концепции которой нет в природе. А раз так, то и не должно быть и финансирования. Но если два года назад позонку планировали вводить только в метро, то теперь планы чиновников стали много шире. Не считаю неправильным организовывать зональную оплату только в метро. Я тогда считаю, что она должна быть тесно интегрирована с наземным транспортом, так, чтобы гражданин в течение какого-то периода времени мог за один тариф осуществить поездку на разных видах транспорта. Сделать это хотят для удобства пассажиров. Обещают, что суммарно стоимость одной поездки на работу не вырастет. Однако, если ради введения позонки город готов идти на убытки, появляется законный вопрос, зачем было поднимать стоимость проезда на 2 рубля, когда и 19 рублей за поездку вполне устраивает.